Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами исполнитель, который работает в таком музыкальном жанре, как неоклассика. И несмотря на молодой возраст, уже успел завоевать свою армию поклонников в разных регионах России. Итак, у нас в гостях Евгений Южин. Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте! Евгений Южин – российский исполнитель, который работает в таком жанре, как классический кроссовер. Евгений – выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Обучаясь вокальному искусству, он успел стать лауреатом множества международных конкурсов, побывав в Италии, Франции, Китае, Польше, Болгарии. В репертуар певца входят произведения различных стилей – русский романс, неаполитанские песни, классическая камерная музыка, джаз, соул и другие направления. Я уже сказала, что вы работаете в таком жанре, как неоклассика, или в англоязычной версии это называется классикал кроссовер. И я прочла такую интересную информацию, что именно этот жанр, по исследованию международного агентства, имеет самый широкий охват аудитории, поклонников. То есть разброс идет от 12 до 60 лет. Ну, абсолютно, да. Вы на своих концертах ощущаете то, что волна? Да, аудитория даже у нас в стране, где этот жанр, в принципе, не имеет ярчайших исполнителей, таких вот, как нехорошее слово, но правильное, раскрученных, распиаренных. Тем не менее, на своих концертах я замечаю, ну, разнообразие просто огромное. Действительно, от 15 до 70, до 80, и причем довольно много молодежи. И это приятно, это радует. Вы, когда составляете свои музыкальные программы, вы задумываетесь о том, чтобы вот как раз-таки молодому поколению, которое придет, чтобы каким-то особым образом преподнести им те музыкальные произведения, которые, ну, иной раз могут звучать, ну, вот, скажем, в стиле ретро, да, если мы берем, ну, какие-то эстрадные композиции, там, прежних лет. То есть вы думаете об адаптации вашего музыкального материала для молодой истории? У меня есть диск, он называется Russian, вот у него прям такое нерусское название, да, диск, который состоит из русских народных песен в современных обработках. То есть каждая песня, она не просто современно обработана, она обработана в каком-то современном стиле, конкретном, каждая песня. Это как раз вот к вопросу об адаптации. Это старые песни, песни, проверенные уже даже не десятилетиями, а столетиями. Наши, русские, народные, но, скажем, степь да степь кругом, она звучит абсолютно необычно, потому что это какие-то такие восточные мотивы, и ты представляешь себе не степя, а какие-то песчаные барханы и какие-то такие ритмические рисунки интересные. Ну и, например, песня «Ах, ты душечка», песня, с которой я принимал участие в проекте, в большом проекте одного центрального телеканала, главная сцена. Мы пойдем с тобой разгуляемся, мы пойдем с тобой разгуляемся вдоль по бережку. Она у меня обработана в этом диске, вообще замиксована с негридянской певицей начала 20 века. То есть взят винил и вот эта душечка, к которой я обращаюсь, то есть это, ну, это очень интересно, это действительно вот кроссовер такой. Да, и мне кажется, это как раз тот путь, который вот и должен проходить артист, чтобы быть актуальным и самобытным одновременно. Безусловно, конечно. Но тем не менее, хочу отметить все же, что классическое исполнение, скажем, романцев или старых песен, песен начала века, середины, ближе уже к 80-м годам, я имею в виду века 20-го, все-таки более классическое исполнение, оно находит отклик в сердцах молодых, потому что сейчас им как раз не хватает этого. И по письмам, и по отзывам, лично по отзывам я это понимаю. Вот, кстати, раз уж заговорили о проекте «Главная сцена», в котором вы довольно успешно приняли участие, вы как-то уже постфактум сформулировали для себя те полезные уроки, тот опыт, который вы оттуда вынесли? И сравнивали ли вы, скажем, ожидания, которые вы излагали на проект, и то, что получилось в результате? На данный момент ожидания не оправдались. Конечно, я не строю никаких иллюзий никогда. Всегда предпочитаю, ну, здраво смотреть на вещи. Вот, это счастье, что я попал в команду Константина Меладзе. Это интересный опыт, интересный опыт съемок, интересный опыт подготовки материала, обработки. Ну, весь этот процесс, конечно, невероятно интересен, создание шоу такого формата. Я надеялся, когда приходил в этот проект, что все-таки Константин Меладзе – это именно тот продюсер. И до сих пор я, в принципе, надеюсь, я честно скажу, я надеюсь, он именно того порядка и того уровня продюсер, который сможет для России взрастить и подарить звезду именно кроссовер. Будет это поп-кроссовер. Ну, кроссовер – это вообще соединение стилей. Да, совершенно верно. И популярных, и менее популярных, более консервативных. Почему на Западе существует… Мы так все смотрим сейчас на Запад как-то так, ну, немножко косо, да? Ведь на Западе существует потрясающая музыка, написанная сейчас современными авторами. Элитная музыка, очень красивая музыка. Она трогает сердце, она не какая-то там особенная для особенных людей. Самые обыкновенные менеджеры среднего звена, домохозяйки, как показывают исследования… Статистические. Статистические, да. Слушают Андрея Бачелли. Андрея Бачелли. Они слушают Тару Брайтман, они слушают Джордж Гробан. Ну, это правда суперзвезды. Это да, я называю имена. Этого стилистического направления. Я называю имена действительно, да, самые-самые популярные, самые известные. Иль Диво группа, Иль Вола, которая появилась позже, как аналог Иль Диво. Почему у нас не может быть такого проекта, я до сих пор не понимаю, но не случилось. А может быть, еще немного не пришло время, мне кажется, вот в этом плане у продюсеров есть какое-то чутье. У нас вообще в музыке все происходит, вот в поп-музыке, да, если говорить про шоу-бизнес вообще, у нас все происходит к некоторым запозданию. Конечно, у нас с откатом идет все это, да. Да, поэтому вот, видимо... Шесть-семь лет это точно, запоздание такое. Поэтому, когда на Западе уже перестают петь мелизмы, у нас это начинают делать. А там это уже не модно. Ну, надо же как-то уже не то, что в ногу с ними идти. Нам не нужно идти в ногу с ними, нам нужно идти своим путем. У нас есть свой материал. Ну, на это можно только надеяться, повлиять на это, я думаю, никаким образом невозможно. Только надеяться, только надеяться и делать. И делать, делать, повлиять можно. Делать на своих концертах понемножку, по чуть-чуть, что называется, вот этот вкус формировать. В вашей биографии достаточно большое количество конкурсов. И причем многие из них были для вас успешными. При всем при этом, как правило, мне так кажется, человек творческий, он же раним по сути своей, да. И не все выдерживают этот соревновательный дух. Получается, что вам это необходимо, как некий такой дополнительный допинг для того, чтобы себя раззадоривать, чтобы получать какой-то азарт? Ну, могу сказать, что для определенного возраста это, да, это, наверное, нужно для азарта. И не только для азарта, для самооценки правильной и полной самооценки. Хотя, уже сейчас я понимаю, что, и уже будучи сам членом жюри многих конкурсов, я уже понимаю, что это довольно субъективные решения. Зачастую объективности никогда не от одного конкурса. У меня, кстати, всегда возникал вопрос, имеет ли, в принципе, смысл соревноваться в музыке? Кому-то нравится вода со льдом, кому-то нравится вода со льдом и с лимоном, кому-то, не знаю, просто вода. Да, тёплая или холодная, но это же всё равно вода по сути своей. И как тут вот выбрать? Это вопрос культуры, воспитания, вкуса. И тот же член жюри, который ставит ниже оценку, он не виноват, что у него такой вкус. У него такой вкус, уважаемый человек, он так считает, и это его мнение. Но, значит, из таких мнений складывается, в принципе, общая оценка. Но она всё равно субъективна, не объективна абсолютно. Мы с вами за кадром немножко поговорили о приморской сцене Мариинского театра. И вот не так давно сюда приезжала, в общем, мировая оперная звезда Мария Гулегина. И мне очень понравилось её выражение, её рассуждение о том, что дирижёр – это совесть музыки. То есть от его прочтения, музыкального произведения, от его интерпретации очень многое зависит. Вы будете выступать в Володивостоке тоже с Тихоокеанским симфоническим оркестром. Вот я хотела спросить, а какое качество, на ваш взгляд, воплощает хороший исполнитель? То есть если дирижёр – это у нас совесть музыки, то кто в таком случае вокалист? Интересный вопрос, на самом деле. Я себя считаю вообще, в принципе, себя конкретно, если про себя говорить, не про кого-то другого. Я интерпретатор и то звено между зрителем и автором, которое создаёт этот контакт, эту связь, свою интерпретацию. Мне кажется, что исполнитель, ну он тоже, конечно, совесть. Конечно, совесть. Сейчас такое время, что дирижёр очень значим в театре, тем более в театре музыкальном. Раньше диктовали всё-таки такие звёзды, как Гулеги на такого уровня, они диктовали. Сейчас приходится слушать режиссёров и дирижёров. Но это время такое нужно, следовать его правилам. А при создании ваших музыкальных программ вы опираетесь на собственное мнение, на собственный вкус, на собственное видение? Или у вас есть некая команда единомышленников, которая создаёт это? Ну, конечно, я опираюсь, прежде всего, на хороший музыкальный материал. Уже сейчас, уже по прошествии какого-то количества лет, я знаю, что нравится публике, которая придёт в зал, что может получить отклик, возможно. То есть пробую. То есть это произведение, которое я включаю, как бы, ну, временно. А вы в этом смысле любите рискнуть? Конечно. Конечно, обязательно. А иначе никак. Безусловно, мой такой вот серьёзный критик и помощник, что касается составления программ, альбомов, каких-то шоу, может быть, там, спектакли, моноспектакли музыкальных, это моя супруга. Она тоже певица, Юлия Снежина. Я ей всецело доверяю и полагаюсь на её музыкальный и вообще вкус. А на каком музыкальном концерте или музыкальном зрелище вас можно увидеть в качестве зрителя? Причём не тогда, когда вы отдаёте там дань уважения коллегам и приходите просто, чтобы поддержать, а именно, когда вам это действительно интересно и то, чего требует душа. И вот за последние, скажем, полгода где вам это дело вспомогать? Ой, у нас случилось очень такое прям насыщенное, перенасыщенное музыкальное лето. Несмотря на то, что у нас с супругой было очень много работы, фестивали, концерты, постоянные разъезды, но ребёнка мы отправили на юг отдыхать, а сами и в Москве посетили оперные театры, и сходили несколько раз в Петербурге и в одну Маринку, и в другую. Кстати, и были на закрытии фестиваля «Звезды белых ночей» с Марией Гулегиной, «Сила судьбы» и на Травиату, конечно, любимую оперу, самую любимую оперу. Это время, когда, вот это момент, когда есть возможность себе позволить такой культурный отдых. А это так редко бывает, а хочется, чтобы было чаще, конечно. А я, кстати, в каком-то из ваших интервью услышала, что вы, являясь дипломированным оперным исполнителем, всё-таки немного скучаете, да, вот именно по возможности исполнять оперу на сцене. Есть такое? Безусловно, конечно, это особенный вид искусства. Это уже квинтэссенция вообще многих искусств. И изобразительного искусства, музыки, поэзии, костюма, света, ну, в конце концов, режиссуры, да, ну и потом вокального мастерства, дирижёрского мастерства, оркестр. Ну, в общем, это практически кино. Но то, что я могу на концерте рассказать, чем я могу поделиться, вот тем количеством эмоций, тем количеством прожитого, накопленного, это, конечно, гораздо больше, чем я могу на оперном спектакле вложить в роль уже конкретного персонажа. Это очень сложно его так выкрутить и заставить, вот чтобы он вот по моим правилам существовал. Всё-таки я должен существовать по его правилам, потому что он конкретный персонаж. А здесь всё-таки микроспектакли такие, 2-3-4 минуты, каждая песня, романс, ну, даже оперная ария, да, это просто оперная ария, 4 минуты, и ты проживаешь жизнь этого героя, и всё. Но ты можешь вносить свои эмоции, свою интерпретацию, это особенное, это очень интересно. Евгений, скажите, вот за рамками концертной деятельности, какие территории вам интересно осваивать? В том плане, что вот я, например, читала, что у вас был опыт записи саундтрека с Игорем Корнелюком, да, для кино. Вот музыка в каких ещё проявлениях вам интересна, и какой опыт вы уже успели получить, какой хотели бы получить? Нет, ну вообще, мне интересно всё, не только музыка. В принципе, всё что-то с творчеством связано. Хотелось бы играть в спектаклях, в драматических спектаклях, конечно. Очень хочется попробовать себя, конечно, в кино, в кино как актёра, проявлений масса. Ну, то, что я, конечно, пробую разные жанры, и мне всё-таки хочется, хотя я исключил из своего пресс-релиза в своё время, там, джаз, фолк, но я это пробовал, я это делал, у меня есть записи, концерты были когда-то, когда я искал. Вот, но мне всё-таки хочется туда прийти и сделать, я не претендую на то, чтобы называться джазовым певцом, да. Вот, но хочется вот в музыке побывать в другой, в другой шкуре, потому что это абсолютно другая музыка. Ну, много что интересно, вообще по жизни много что интересно. Ну, в таком случае я вам желаю не останавливаться на достигнутом, и чтобы все эксперименты ваши заканчивались удачно, а зрители, которые пришли на концерт, на ваш концерт здесь, в Владивостоке, подарили вам очередную порцию восторгов. И спасибо, что заглянули в гости. Спасибо большое, спасибо. 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 Спасибо.